Вколола бы вот сюда вот. Ровки, мне муж говорил, у тебя знак Мерседес. Я тоже так могу контролировать. Плотки, как лед, лоб. Здравствуйте, дорогие друзья. Это сетевое вещание редакции газеты «Вечерняя Москва». Программа интервью, в которой мы пытаемся узнать что-то новое от людей, которые в этом разбираются. Сегодня у нас в гостях Марина Дорн, бьюти-блогер, косметолог, нутрицитолог. Здравствуйте, Марина. Говорите, это, конечно же, о вечной молодости. Вечная молодость – то, что хочет достичь и поддерживать любая женщина. И тогда сразу начнем, потому что самым таким, не знаю, идиозным способом поддержания своей молодости – это является ботокс. Вот то, что вот это вот я вколю себе, и морщинки мои меня покинут. Вот, пожалуйста. Здравствуйте. Я могу рассказать свою историю? Конечно. Своя история – это, на самом деле, самое интересное. Это мой личный опыт, с которым я хочу, конечно, поделиться. С миллионами людей. Дело в том, что я была в прошлом владельцем косметологической клиники с медицинской лицензией. Я была владельцем сети-салонов красоты с медицинской лицензией. И это человек, который, как никто другой, знает всю эту сторону изнутри. Так вот. На моем лице ботокс стоял где-то на лет на раз 25. Так же, как и филеры и прочие инъекции. Я регулярно этим увлекалась и думала, что нету другого пути, нежели вот это все, что модно. Потом, 5 декабря 2017 года, я попала на операционный стол Бурденко. Не Бурденко. Там мне удалили опухоль головного мозга. И, как сказала моя профессор-нейрохирург, то что одна из причин, что в столь юном возрасте так быстро спрогрессировала данная болячка, это как раз-таки были вот эти инъекции красоты. Оказалось, они действуют как катализаторы на разные процессы в теле, в том числе на те, которые нам совершенно не нужны. Ну, мы же знаем, что ботокс – это токсин, да? То есть, это не просто вот это вот как-то вечное расслабление мышц, а он действует глубже. Он действует глубже, он попадает в итоге тоже в системный кровоток, и мы не знаем до конца, какие клетки в нашем организме живут и какие клетки могут спрогрессировать. Хорошо, но ведь вы сказали, вы использовали, испробовали на себе все и много. А если, так сказать, испробовать на себе не все и в разумных пределах. Вот есть ли эти разумные пределы, в принципе? А зачем играть в русскую рулетку? Я не понимаю. Я могу сказать, вот у меня здесь есть вот эта вот складка, да, которая делает меня таким серьезным и задумчивым, а иногда мне говорят печально. И мне знакомые косметологи говорят, ну, я бы тебе вот сюда вколола бы, вот сюда вот. Я думаю, мне вот выбор, значит, вот это оставаться таким трагичным или все-таки вот это разгладить. Но я также думаю, что начав, сделала, сказав А, я скажу Б, В, и потом уже остановиться будет невозможно. Вот есть ли такие, были ли на вашей практике такие люди, которые вот сказали и на этом остановились? Нет, это действительно такая штука, которая втягивает, это как алкоголизм, мне кажется. Ты к нему подсаживаешься и начинаешь больше, больше и больше. Дело в том, что насчет вашей складки. Ее образуют две мышцы. Это мускулоскоригуратор, мышцы с морщущей брови, самые сильные мимические мышцы лица, да. И, да, мышцы процерус, это мышцы гордецов. Гордецов, а это вот эти, да, вот это вот, поднятые брови и вот это вот. Нет, это если она будет дальше прогрессировать, да, ее гипертонус, она даст еще горизонтальный залон на переносице. Так вот, эти мышцы, они прекрасно расплавляются с помощью тейпов. Вы не поверите, у меня раньше тоже были морщины между бровками, и муж говорил, у тебя знак Мерседес между бровями. Это дорого. Это не реклама. Это дорого. Вот, и я не знала, что с ней делать, после того, как с моего лица сошли ботулинические токсины. Это была настоящая беда. Потом в моей жизни появились тейпы, и, о, чудо, как видите, все морщины. Хорошо, ладно, точно это то, давайте-ка это оставим к завершению, вот это вот, интрига и ожидание. Хорошо, но, то есть, вообще вы считаете, вот филеры, ботокс, это все должно быть под запретом, и здравомыслящий человек не должен этим пользоваться. Я называю это фальшивое омоложение. Надеюсь, что это не слишком грубо сказано с моей стороны, но это то, что мы пытаемся обмануть природу, понимаете? Вся косметология – это фальшивое омоложение. Почему? Можно заниматься собой физиологично. Основные причины старения лица заключаются в дисфункции мической лицевой мускулатуры, в дисфункции жевательного блока мышц, в том, что происходят определенные процессы с кожей. Этим всем можно заниматься своими руками дома. Полностью безопасно, если знать, что делать. – Предположим. Так, то, что вы мне рассказывали еще до начала нашего разговора, вот про то, что старение начинается с черепа, а не с кожи. Вот это вот. Можете повторить для зрителей? – Да, это такая интересная вещь. В нашей стране только недавно становится известным это. В Америке в 2000-х годах еще были проведены массовые исследования, в частности, таким известным американским пластическим хирургом, как Брайан Мендельсон. И он доказал, что с годами у женщин особенно, сейчас расскажу, почему, а у мужчин чуть позже, это, кстати, несправедливо, происходит процесс резорпцией костной ткани. – Мы живем меньше, да. – А стареете дольше. – А стареем дольше. Ну, и живем коротко, но ярко, да. – Так вот, у женщин где-то около 30 лет процесс начинается, когда у нас начинают высыхать кости черепа. Да. Почему? Потому что мы теряем каждый месяц кровь, теряем кровь во время родов. У нас вот такой нестабильный гормональный фон, вот. И в результате чего начинается что? Истончение сначала тонкого костного края. – Ну, подождите, да, истончение. Ну, это прямо настолько истончение, но все-таки кость, в моем представлении, это нечто плотное, вот, вот, твердое, и она, чтобы прямо настолько усыхать может? – Она может усыхать значительно, потому что научно доказано, что площадь черепа у взрослой женщины будет гораздо меньше, чем у молодой. – Даже то, что она имела в юности, то есть голова уменьшается? – Да. Голова уменьшается, конечно. В первую очередь идет разрушение костей по тонкому костному краю – это орбита. Кстати, стоматологи, которые работают вот на имплантации, они часто очень тоже сталкиваются с этими моментами. И особенно, кстати, сейчас сталкиваются у тех пациентов, которые злоупотребляли ботулиническим токсином. – То есть, вот эта вот десна ушла и всякое такое, это не просто потому, что там нет зуба, это, в принципе, некий такой закономерный процесс, который отсутствием зуба скорее ускоряется, да? – У нас все вообще взаимосвязано, не только в лице, но и в теле. – Хорошо. И тогда получается, если там аж на уровне кости все так меняется, то получается, что вообще кожей уже бессмысленно ей заниматься, потому что она будет все равно сморщиваться, как эта кожица на яблоке, которая усыхает, это все равно все бесполезно. – Нет, почему же? Наше лицо, оно устроено как дом. Есть твердая часть, это кости, лицевые кости, есть стены, да, мимическая лицевая мускулатура, есть штукатурка. Вот кожа – это штукатурка. Это то, что мы можем потрогать, увидеть, как-то осязать, в отличие от всех нижних слоев. – Ну и все занимаются этой самой штукатуркой. – Потому что никто не знает. Так вот, когда мы начинаем заниматься собой физиологично, разгоняем кровоток, да, когда мы правильно питаемся, чтобы в организме не было состояния дефицитов, тогда, конечно, за счет усиления метаболических процессов происходит улучшение на всех слоях кожи. Вы не поверите, я перестала пользоваться сональным кремом только тогда, когда перестала колоться. – Подождите, ну, знаете, вот эти вот разговоры, я позволю себе грубо сказать, в пользу бедных, что вот это – высыпайтесь, правильно питайтесь, не злоупотребляйте, и все, и лицо у вас будет вот это вот… Ну, это же разговоры, которые не относятся к себе большая часть работающих женщин, которые утром встала, вот это вот никакая, ей надо себя привести в порядок, а еще она накопила денег и может себе позволить какие-то косметические процедуры. А вглубь лезть – это уже никак, вряд ли не получится. – Просто нужно знать, что делать. Если действовать очень точечно, действовать грамотно, с умом, то это занимает буквально 15 минут времени, и каких-то великих затрат нет. – Ну, хорошо, вот эти знаменитые 15 минут времени, которые изменят всю жизнь. Что же это такое? – Это просто-напросто формирование правильной привычки. Правильно умываться для начала. Мы смываем косметику, умываемся правильно. Правильно наносим кремы, сыворотки и так далее. Тоже правильные. – Но это все то, что относится к штукатурке. Это делает каждая женщина. Да, у нее все эти баночки, у них так много всего, у вас этого всего много, но все равно она стареет. Все равно мы, мужчины, видим в ней всю еще прекрасную даму, но каждая женщина уже замечает вот эти морщиночки, вот это все, вот пятнышки и всякое такое. – Потому что не знает. Потому что она берет банку с кремом, там написано «крем от морщин» или «крем для подтяжки овала», или что-то еще, или «крем от морщин» или «синяков под глазами», и она верит в то, что это случится. Но это совсем не так, понимаете? – Хорошо. – Это просто огромный бизнес. – А что делать, чтобы было так? – Что делать, чтобы было так? Нужно заниматься своим лицом, как я сказала, 15 минут на день, но делать только то, что вам нужно. То есть это определенные упражнения на шею, определенные упражнения на лицо, расслабление на черепного паневроза, паневроза галлея тоже очень важно. – А паневроз – это что такое? – Это вот тут вот, сухожильный шлем, волосистая часть кожи головы. – Как это расслабить? Мне уже это интересно. – Значит, если вы попросите ребенка поднять лоб, то вы увидите, что у него вся эта шкурка съезжает туда-назад. Почему? Потому что хороший мягкий пластичный паневроз и хорошая иннервация между лобным и затылочным брюшком, затылочной лобной мышцей. У нас, когда он становится деревянный, что происходит? Птос верхнего века и морщины на лбу. – А, то есть я пытаюсь поднять лоб, а он у меня просто сморщивается в гармошку. – Да, получается, и гранька… – А у ребенка он туда съедет? – Да. – Весь со скальпом туда, к затылку? – Да, потому что все подвижно, структура подвижна. – Так, хорошо, и как вернуться в детство? – Как вернуться в детство? В первую очередь нужно делать мягкие круговые массирующие движения, вот таким вот образом, смещая, отделяя паневроз от надкосницы. – А, отодрать кожу от скальпа, от черепа, да? – Да, 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 это нужно делать регулярно. У меня есть специальная варежка, я ей 3 минуты в день так вот делаю, и все. – Ага, ну, то есть это варежка, ну, там, какой-нибудь с какими-нибудь этими самыми шипами? – Я открою вам секрет, я купила от целлюлита. – Что? – От целлюлита я купила. – Ага. – Она и для попы, и для головы. – Как-то, вот вам таблетка, да, это от этого, это от этого, и не перепутаете. – Да. – Хорошо, ладно, но, тем не менее, вот, и вы хотите сказать, что вот это вот 3 минуты массируя свой скальп, я в итоге получаю ровный лоб. – Не совсем. Если вы будете в течение дня говорить лбом, то он будет неровный. – А как надо говорить? – Надо говорить, контролируя свою мимику, и подключая лоб только тогда, когда он вам нужен. И остальные мышцы тоже. – Вот вы сейчас контролируете свою мимику, да? – Конечно. – Хорошо, но она вот в результате, она немножечко ограничена, то есть вот, а мы же эмоциональны, мы же вот должны как-то вот это вот работать своим лицом, и как же тогда, я тоже так могу контролировать свою мимику, я вот сейчас контролирую свою мимику, вот у меня сейчас получается. – Контролируйте. – Но как-то меня уволят, наверное, скорее всего, если я так и буду разговаривать. И, в принципе, ведь меньше эмоций передается, а лицо же оно для того и существует, для того, чтобы передавать эмоции, какой-то контакт налаживать. – Да, но есть большой вопрос. Будете подключать вы свой лоб, допустим, 100 раз в день или 30 раз в день, понимаете? – То есть это дозировано, и вот, чтобы каждое вот это вот поднятие бровей быть дорогого стоило, да? – Да. – Вот так вот, вот как вы сейчас, и вот так вот, да? – Да. – Хорошо. – Если вот сейчас вот вы истерпали, да, свой лимит на сегодня? – Нет, почему? – Хорошо. – Если будет нужно для вас, еще подниму лоб. – Да, в конце. Хорошо, ну вот этот контроль мимики, я же, ну, это ведь из разряда немножечко сказок о том, что вот это вот не улыбалось, вот это вот хранило вот это вот выражение лица, и морщины не появились, что это действительно так? – Американская пластическая хирургия уже давно ответила на этот вопрос следующим образом. Есть интересный такой термин, называется злое лицо. Знаете, что это? – Нет. – Вы давно были в московском метро? – Ну, я, кстати, сколько раз слышал вот эти все эти про угрюмые лица, я их не замечал. – Вы сам, видимо, позитивный человек, да? – Ну, там они сонные скорее какие-то вот такие, но… – Хорошо, что такое злое? Покажите его, Луи. Вот это вот, вот таких-то не очень много, ладно. – Ладно, значит, это спазм мышц морщущих брови, это обязательно спазм мышцы, вот такой вот маленький коротенький, который называется мышца, поднимающая верхнюю губу и крыло носа, мышца в резгливости. – Угу, презрение, да. – Да, фу. Вот, и обязательно спазм мышц, опускающих угол рта. – То есть гнев, презрение, печаль в одном флаконе. – Да, морщины скорби называется. Вот это вот злое лицо. И американские классические хирурги, когда корректируют лица звездных пациентов, они работают только с морщинами, которые выражают вот эти вот эмоции не очень хорошие. Но они не трогают, допустим, гусиные лапки, морщины смеха. Вот. Или те же самые морщины на лбу, они говорят… – В смысле, вот работает, это все-таки речь идет о ботоксе, да? – Да, иногда его колят. Вот сейчас, на данный момент, если вы посмотрите на лица топовых голливудских звезд, вы увидите, что у них в основном токсин не стоит. – Что вы сказали? – Ботулинический токсин не стоит. – Не стоит? – Нет. – Ну, то есть это можно, вы это видите, да? – Да, я вижу, конечно. – То есть сейчас это уже прошлый век, и действительно, звезды уже всем не пользуются. – От этого отказываются, да. – Подождите, но все-таки если колят, то это куда-то сюда, куда-то сюда и куда-то сюда, да? – Да. – Хорошо, ну а если мы отказались, в принципе, от ботокса, то мы просто что? Вот это вот, просто смотрим на мир добрым, открытым, хорошим взглядом и еще немножко улыбаемся? – Нет, если мы отказались от ботокса, то мы просто тейпы клеим. – А, так вот пришло время. Что это? Ну, тейпы, я видел, это спортсмены, продвинутые спортсмены, обклеивают себе вот это вот все мышцы разноцветной полосочкой. Что, и на лицо то же самое? – Вообще, тейпы были изобретены в 2000-х годах врачами-неврологами. Они доказали, что тейпы способны воздействовать на мышцы тела сначала. Потом корректировали с помощью тейпов состояние деток с ДЦП и вот всякая вот эта история. Но потом тейпы попали в косметологию, и тейпы прекрасно физиологично расслабляют мическую лицевую мускулатуру. Идеально. – Если, понимаете, вы все-таки врач, и поэтому вы можете что-то такое сказать, вы понимаете, что разговор короткий, что и точно не навредит, и можно использовать в связи с этим. – Конечно. Допустим, есть аппликация, которая называется «Бетонный лоб, бетонные межброви». Вытягиваете… – Еще раз, как? – Бетонный лоб, бетонные межброви. Я бы показала, если под рукой были тейпы. Могу показать, как мышцы расслаблять. – Хотите? – Давай. – Значит, нам нужно для того, чтобы у вас был безупречно гладкий, как лед лоб, и вам все подружки и друзья говорили, что вы туда что-то точно кольнули, просто врете, каждый вечер делать следующее. Занимает одну минуту. Я сама лично каждый вечер делаю то же самое, что сейчас покажу. Нам нужно расслабить мышцы лба. Кладем пальчики, обнимаем лоб. Пальчики должны быть как резиновые, мягкие, пластичные. – А большие туда, над ушами, да? Плечи расслаблены, опущены, тряпеции не напрягаем. – Как многое условие. – Так, я… – Вдох, подняли взгляд вверх. – Ага. – Выдох, подняли, опустили взгляд. У нас глазодвигательные мышцы с лобом связаны брюшком. И тянем вниз. Считаем. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Расслабили. Движение очень короткое. – То есть, мы зафиксировали мышцы, но при этом их тянем. То есть, это вот то, что мы делаем, когда вот эту вот шею пытаемся растянуть, вот что-то какое-то мышцу, что-то вот то же самое, только с этими мышцами, о которых мы ничего не знаем, которые у нас в лице, да? – Да. Мимические мышцы лица, в частности, лобная брюшка, затылочная лобная мышца. Очень важно сильно надавливать до надкостницы пальцами, для того, чтобы просто не елозить по коже. Потому что мышцу растянуть сложно. А вот кожу растянуть можно легко с ним правильно делать. – Ага, то есть, надо ее прямо зафиксировать, зафиксировать, да? Хорошо. Но много ли таких упражнений, которые вот, ну, можно себе делать, ну, без применения тейпов? Я не знаю, ведь у нас что еще? У нас вот эти мышцы, да, такие… – Мускулозигматикс минор, мускулозигматикс мажор. Малые и большие скуловые мышцы. – Как мне нравятся вот эти вот названия латинские, я не запомню, но мне сразу уважение, сразу доверие, сразу понятно, что вы знаете, о чем говорите. – Спасибо. – Да, и вот эти вот мышцы, которые вот эту тянут, вот эту всю эту часть наверх, да? – Да. Значит, они отвечают за следующее. Во-первых, если у вас лицо было достаточно щекастое в молодости, и вы не следите и думаете, что вообще все морщины до свадьбы заживут, и вы никогда не постареете, то будет процесс смещения жирового пакета с центра лица вниз. – Гравитация – это такая плохая женщина, да? – Да, вредная. – Вот. Потом, если ничего не делать, и лицо худое, и склонно к потере жировой ткани, то с годами будет липодеградация. То есть, когда скулу становится плоским, видели в женщину? – Я теперь буду смотреть. Я раньше не видел, а теперь буду смотреть. – Да. – Это, кстати, мужским мозгом считывается на уровне подсознания, под корочки, потому что это считывается как признак взрослого лица. – Ага, вот это вот липодеградация. А называется липодеградация, и вот это все. – Да. – Хорошо. И что можно с этим? Что-то можно сделать? Поднять свой жировой пакет куда-то? Вернуть? – Упражнение. – Какое? – Здесь надо понять, в каком состоянии у вас находятся данные мышцы. Если вы при пальпации вот так вот чувствуете, что они достаточно болезненные, то это значит, что их нужно расслаблять. Самый верный способ расслабить скуловые мышцы – массаж, в частности, букальные или вот, допустим, вот такие простые техники, как я сейчас показываю. – То есть, не надо бояться нажимать, потому что люди, женщины, я знаю, боятся вот это вот, растянуть кожу лица, вот это вот, не дай бог, что-то с ним сделать, вот это сильное. А вот вы говорите, прям пальпация, прям вот это вот. – Ага. – И прям такое ощущение, что она же растягивается, она же обвиснет потом вот до плечи. – Во-первых, надо понимать, что мы работаем по волокнам мышц. Они расположены диагонально, я работаю диагонально. Во-вторых, я захватываю складку до надкосницы. То есть, они работают. – То есть, надо чувствовать вот под пальцами уже кость фактически. – Да, вы должны чувствовать мышцу, а под ней кость. И когда вы делаете мягко, не терёте ничего и не работаете слишком интенсивно, то будет должный эффект. У вас лицо буквально распахнется. – А вот это вот то, что вы говорите, мышцы расслабились, мышцы расслабились, а не будет такое, что они расслабились и всё лицо где-нибудь окажется внизу? – Нет, потому что, когда я говорю расслабились, это говорит о том, что мышца из гипертонуса вышла в состоянии нормотонуса. Но есть один секретик. Некоторые мышцы лица, если вы хотите, чтобы у вас было лицо наполненное как будто бы филлерами, некоторые мышцы лица можно слегка и мягко тонизировать. Те же самые скуловые мышцы, про которые я только что сказала, их можно подкачивать очень осторожно. Я лично это делаю. – То есть, культуризм, да, физкультура? – Да, ну, мягкая тонизация мышц, упражнения. Иногда в небольших количествах это очень хорошо и будет эффект, как будто бы вы наполнили скулы филлерами и у вас никогда не будут носогубки. – А покажете? – Да, не проблема. – Покаживайте. – Думаю, чтобы показать такое, чтобы было несложно. – Да. – Давайте. Рот в овале, носогубка, подбородок расслаблены, губы расслаблены, углы губы тянутся вперед. Из этого положения, вот сейчас фокус будет, потому что я знаю, что многие не смогут сразу сделать, нужно тренироваться. Ну, все в практике. Начинаем поднимать яблочки щек сюда наверх. О-о, а щуриться не нужно, вот щуриться не нужно как раз таки. – Я сейчас таким дураком себя чувствую, да? – А я уже привыкла. – Хорошо. – Фиксируем пальцами на сугубную складку. Важно, со всей силы напрягайте, удерживайте, потом полностью расслабляйте. Вот расслаблять даже важнее, чем напрягать, потому что если вы не будете расслаблять грамотно мышцу, то она у вас будет спазмироваться. Тридцать раз в день. – Сколько? – Тридцать. Одна минута. – Один подход в тридцать раз, как мы в качалке говорим, один подход, да, все делаем? – Да, один подход в тридцать раз, и темп раз в секунду либо раз в две секунды, и у вас идеально высокие скулы. – То есть вот то, на что женщины тратят, сколько вообще стоит вот этого? – Больно долго и дорого. Ну, если мы говорим про филеры в центре лица, ну, где-то двадцати тысяч. То есть нормальный врач, нормальная клиника. – Хорошо. Ладно, а вот эти вот всякие штуки, вот то, что там Софи Лорен, лицом в лед и всякое такое, насколько это достаточно экстремально звучит, но типа она же авторитет, насколько это все работает? – Здесь надо понимать, что мы работаем на тонизацию кожи, но этот метод совсем не всем подходит. Это допустимо, если у вас хорошая кожа без купероза. Без купероза. – А, вот эти сосудистые, да, эти штуки, да? – Да. И тем более без всяких дерматологических заболеваний, серии РЗС и так далее. Вот. То есть если у вас хорошая, здоровая, однотонная кожа, то велкам. Как делать? Есть смысл замораживать не просто лед, а умный лед. – Там с какой-нибудь травой какой-нибудь? – Сейчас расскажу, да. И всегда протираем строго по массажным линиям, да, от центра лица к периферии, не останавливаясь, чтобы не получить ожог холодом. Вот. Не останавливаясь мягкими круговыми движениями по массажным линиям. Так вот, значит, умный лед. Что это такое? Если мы говорим про антивозрастной лед, то можно использовать фитоэстерогены, допустим, из корня солодки. Это будет такая термоядерная, омолаживающая штука. Мы берем, покупаем в аптеке корень солодки, завариваем столовую ложку стаканом кипятка, наставим 2 часа. После чего смешиваем с молоком один к одному. Хорошим. Деревенским. Деревенским, да. Если нет, то лучше просто солодку. Вот. И что, вы протираете этим льдом каждый день? – Самораживаю их просто каждый день, беру 2 кусочка льда и по линиям вот этой мышцы, я не останавливаясь, это, значит, протираю. – Да. – Хорошо. Ладно, скажите, а теперь все-таки про мужчин. Мужчины, вы сказали, что у нас это все кость начинает усыхать в 55 где-то, да? – Да. – А с какого возраста мужчина, если он не стесняется этого, должен начинать следить за собой? – Здесь надо… – Вот это все тоже самоупражнение, вот это, пересмотреть это интервью, найти вас в интернете, посмотреть ваши советы. Когда это все? – Здесь надо понимать, что самое главное – это профилактика. Профилактика всегда благоприятнее, чем работает. – Возраст. Осталось 30 секунд. Возраст какого мужчины? – С 30 лет. – Сколько? – С 30. – А, с 30? – Да. – А, хорошо, ладно. И какие перспективы? Вот, смотрите, вы сказали, что вы это все, ну, как бы, кололи, потом все эти драматические события, а сейчас у вас вполне себе такое ровное, гладкое, замечательное лицо. Насколько можно вернуть вспять правильными упражнениями, поведением? – Лет на 10 точно будете моложе. – Всегда можно? – Да. – Всегда можно отмотать 10 лет физиологией? – Точно, однозначно. – Да. – Чисто упражнение, чисто это самое. – Да. – Хорошо. И последний вопрос короткий. А вот если у меня борода, то как мне быть с тейпами? – А если у вас борода, то у вас нижняя треть, ее просто не видно. – Ага. – Что вы говорите? – Нижнюю треть не видно. – А, то есть вообще плевать, что там происходит. А потом сбреешь уже, знаете… – Потом можно делать упражнения. – Ага. И вот, я вспомнил, вот главное, что у нас еще есть, это вот второй подбородок классический. Не читая лежа, говорили мне в детстве, у тебя будет второй подбородок. Я читал, но у меня его пока нет. А вот что сделать, если он появляется? – В первую очередь, если есть второй подбородок, то нужно работать с зоной седьмого шейного позвонка. Это наша холка. Потому что это взаимосвязанные вещи. У нас все взаимосвязано в организме. Если у вас есть застойные явления в области трапециевидной ромбовидной мышцы и седьмого шейного позвонка, вот здесь захватываете, у вас больно и ничего не отщипывается от позвоночного столба, то у вас всегда будет подбородок. – То есть надо массажиста… – Дома делайте, своими ручками. – Самим себе? – Ручками. – Самим себе? – Да. – Ну, это же так неинтересно. Зачем же я, красивая женщина, вот это вот… А что надо сделать вот сюда, да? – Да, вот так вот просто захватывать и тяните, да. – Перетягивать эту холку себе вперед. – Угу. – Так все просто. А насколько, в принципе, лицо действительно вот оно… Мы уже поняли, да, что вот скальп – это лоб, холка – это подбородок. А насколько это щеки – это тоже, наверное, с чем-то связано? – Надо понимать, что за то, как выглядят наши щеки, отвечает жевательный блок мышц в том числе. Вот, раз. И очень важный момент. Трапециевидная мышца, когда она в гипертонусе, трапеция, наши все вот эти вот эмоции, через большой затылочный нерв вводит в дисфункцию все мимические мышцы лица. Понимаете? Если у вас будет спазмирована ваша шея, то с лицом заниматься бесполезно. – Ага. Вот такой оптимистичный разговор у нас получился в самом конце. Хорошо. Но вот то, что 10 лет назад можно каждый раз в любом возрасте отмотать – это оптимистично звучит. – Это оптимистично. Просто надо понимать, что иногда, когда, допустим, за 40, чуть-чуть больше времени требуется. – Угу. Хорошо. Спасибо, Марина Дорн – бьюти-блогер, косметолог, нутрицитолог. – Да, спасибо. 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 Спасибо.